многие будут смотреть записи. Я представляю Ольгу Гончаробу из мультстудии Хамелеон и ее мастер-класс «Как помочь ребенку придумать интересную историю». Вам слово, Ольга. Коллеги, добрый вечер. Рада вас приветствовать. Я руководитель мультстудии Хамелеон, а также специалист по работе с молодежью в Молодежном центре, а еще являюсь педагогом в мультстудии Перл. И хотел бы немножко отойти от темы, потому что я очень люблю слушать, как коллеги рассказывают, как они попали в сферу мультфильмов. Так вот, я работала инструктором в саду по физкультуре и даже не думала, что меня занесет в эту сферу. И как-то я немножко загрустила, значит, и муж мой решил мне сделать сюрприз. Он подал заявку на радио, на курс радиоведущего, на который я благополучно пошла. Мне очень нравилось. И на этих курсах мне предложили работать в мультстудии. Меня это прямо очень подзадорило. Мне очень захотелось попробовать, о чем я, конечно, не жалею. Меня это совсем не напугало. И вот начала я работать в мультстудии с дошкольников. Этот опыт мне очень пригодился. Сейчас я работаю с детьми от 7 до 15 лет. Так вот, коллеги, вернемся к теме. К теме, как же помочь ребенку придумать интересную историю. Наверное, каждый из вас сталкивался с тем, что у ребенка либо нет идей, либо они закончились, либо идеи крутятся вокруг игр. Очень часто у мальчиков такое бывает. И вот никак не получается ничего такого интересненького. И чтобы вот дети легко придумывали новые истории, вот этот процесс нужно превратить в игру. И тогда это происходит очень легко и очень просто. Вот с этой мыслью я наткнулась на книжку Джани Радари. Книжка называется... Сейчас я вам покажу. Так. Вам видно? Кто-нибудь, подайте реакцию. Вы видите книгу или нет? В данный момент видно только маленькую-маленькую обложку. Так. Да. Обложка. Джани Радари. Грамматика фантазии. Или введение в искусство придумывания историй. Эта книжка была написана еще до моего рождения. Я, конечно, эту книгу цитировать всю не буду. Сейчас, секунду, выйду. Но расскажу вам упражнения, которые я оттуда использую. Вот, значит, совсем из недавнего ко мне приходили школьники из седьмых классов. Я попросила ребят сказать мне слово. Ребят придумали карандаш. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Секундочку. Карандаш, вот. А вот это почему-то у меня... Почему накладывается одно изображение на другое, Александр? Я полагаю, вы включили демонстрацию конкретного окошка. Попробуйте сейчас уже с открытой этой картинкой выключить демонстрацию и включить. Самый простой способ. Так. Еще раз, да? Да. Так. Опять то же самое. Сейчас. Нет, все хорошо. Все было хорошо. Да? Ладно. Еще раз тогда пытаюсь. Да, все отлично. Керусельный, тарктид. Ага, все вижу. Вот, ребята мне предложили слово-карандаш. Как вы видите, я его написала вертикально. И каждой букве предложила придумать слово. То есть на букву К ребята придумали карусель. На А Антарктида, на Р разговор, на А апельсин, на Н Нюша, на Д дятел, на А аппендицит и на Ш шашки. И тут я ребятам предложила из этих слов придумать историю. И дала на это всего две минутки. И когда они с таким энтузиазмом начали это все строчить, и даже одну историю, вот я вам не обманываю, прочитаю. Сейчас что вышло. Дятел, Нюша и Апельсин решили организовать турнир по шашкам в Антарктиде между собой. Пока Апельсин играл с Нюшей в шашки, дятел разговаривал по телефону с мамой, как вдруг у него заболел живот. Троица героев приехали в местную больницу на электросамокат. В больнице доктор выявил диагноз, что у дятла это был аппендицит. Доктор сказал Апельсину и Нюше, что их друг выйдет из больницы через пять дней. Через пять дней Апельсин и Нюша ждали своего друга на карусели и дождались. Дятел пришел к ним и рассказал, что все прошло хорошо. Апельсин, Нюша и Дятел доиграли свой турнир, и Апельсин даже выиграл. Вот такая история получилась из этого упражнения двухминутного. Так вот, когда у вас ребята напишут какие-то истории, и у кого-то получится интересное, вы с ребятами можете проголосовать за лучшую историю. Либо, если вы поймете, что в каждой истории есть что-то интересное, вы с ребятами можете объединить это в одну какую-то очень интересную историю. То есть, из одной взять, например, начало, у другой, да, конечно, книгу я продублирую обязательно. И еще я говорила, что PDF-файл могу предоставить. Вот о чем я говорила. А, да, у одного ребенка вы можете взять начало, у второго, например, середину, и у третьего, к примеру, конец. У вас получится очень интересный сюжет. Второе. Также я беру игры у Джани Радари, игры с префиксом. Префикс по-английски, либо по-русски приставка. Например, анти, супер, гипер, ультра, мини, микро, дважды, мега, мульти и так далее. Так вот, здесь такая история. Значит, я прошу выйти одного из детей, который придумывает слово. Например, там, матрас. Возьмем матрас. Другой ребенок придумывает слово супер. И вот я им предлагаю придумать историю на это словосочетание суперматрас. И, поверьте, получаются очень интересные истории. Также я еще вот из двух слов еще вот такую игру предлагаю. Значит, один ребенок выходит и на магнитной доске пишет слово, которое ему пришло в голову. Уходит, подходит другой. Но это с доской, которая, знаете, вращается. Вот таким образом. Ну, у кого на этих колесиках можно повертеть. А с другой стороны другой ребенок пишет другое слово. Вот мы читаем первое слово. Потом такой сюрпризный момент. Переворачиваем доску и видим второе слово. Например, там один написал слово... Скажи, она меня достала. Так, кто-то тут вклинился. Выключите, пожалуйста, звук, если это не вопрос. Например, один ребенок написал тарака, а второй ребенок написал диван. И на изумление детей вы говорите. Ребята, нужно придумать историю с этими двумя словами. Например, таракан на диване. Или таракан, живущий за диваном. Или таракан, который копит на диван. Ну, то есть, тут ребенок понимает, что с этим словосочетанием масса всяких историй, улыбаясь, они тоже на вашей основе начинают придумывать свою историю. Кто-то на вашей основе, а кто-то придумывает свою основу и на ней придумывает свою историю. Вот с этим. Дальше. История с питомцем. Это не у Джани Радари. Это какой-то режиссер рассказывал. Я смотрела вебинар. Не помню кто, простите. Значит, есть дети, которые любят писать про своих питомцев. Но, к сожалению, очень часто их истории крутятся вокруг или сводятся к одному. Там, кошка поела, поспала, снова поела, куда-то пошла. Вот такие вот получаются у них истории. Значит, нам нужно помочь. Первое. Вы садитесь с ребенком на беседу и задаете ряд вопросов таких наводящих. Ну, первое понятно. Нужно спросить, кто твой питомец. Питомец. Например, там ребенок говорит, хомяк. Как его зовут? Записали. Второе. Как ты думаешь, что делает твой хомяк, когда тебя нет дома? И тут дети начинают говорить, ну, что он там делает? Ну, ест там, спит. Я говорю, а ты уверен, что он спит, когда тебя нет? Нет. А может быть, он побег там придумывает, строит план побега. У ребенка глаза уже округляются. Задаем следующий вопрос. Прошу прощения, Рикл. А ты ни разу не задумывался, что он думает о том, когда ты его берешь на руки? Так ли он это любит? И тут они начинают вспоминать, что этот самый хомяк нервничает и пытается убежать. Ребенок начинает анализировать и понимать, что хомяк-то вроде бы даже и не любит его. Потом. Следующий вопрос задаю. А как ты думаешь, что делает хомяк, когда тебя нет дома? Или я задавала уже этот вопрос? Задавала, да? Простите, уже это заговорилось. Также я задаю вопрос, а как ты думаешь, как реагирует хомяк на бытовые приборы? Ну вот для нас это холодильник, а вот это стиральная машина. Но ведь хомяк не знает, что это холодильник, а это стиральная машина. Для него это может быть каким-то урчащим, трясущимся зверем. Ведь звуки такие достаточно громкие, а хомяк маленький. И вот этот спектр различных вопросов, которые вы можете еще дополнить, заставляет ребенка задуматься. Он пытается вжиться в роль этого хомяка. И что нам и нужно? Нам нужно, чтобы он посмотрел глазами хомяка на все окружающее его. И вот если ребенок вживется в это, то получается очень интересная история. Но этот метод, он, конечно, не дает быстрого результата, и не каждый ребенок справится. Следующее задание. Нужно придумать главного героя. Ну там. Сейчас я вам покажу. Паспорт героя вы, наверное, все многие раз видели. Только я сделал немножечко свой. А, нужно придумать героя. Ольга, мы опять не видим картинку. Не видите? Так, еще раз. А сейчас? Все, отлично. Паспорт героя вы все, конечно, видели. Только я сделала свой немножко. Итак, ребенок придумывает какого-то, может быть, несуществующего, может быть, существующего героя. И первый вопрос, который он должен запомнить, заполнить, кто это? Там, я не знаю, собака или там крокозявра какая, крокодил. Придумать ему имя. Дальше. Скажи, какой он по характеру. Там, добрый. Или он там какой-нибудь раздражительный и так далее. Возраст. Все понятно. Где живет, увлечения, какие у него друзья, особенности внешности, что не любит. И вот это все заполняется. Например, там, петух гена, по характеру взрывной, возраст три года, молодой, живет там на хозяйском дворе в курятнике, увлечения, любит петь по утрам, друзья, курицы, ну, или там, может быть, еще местный кот какой-нибудь. Особенности внешности красный гребешок, там, рыжий хвост. А что не любит? Не любит старого петуха, который там, у него власть отнимает. Вот это заполнили. Дальше. Важно придумать начало истории. И если не получается дальше продвижение, нужно придумать конец истории. И, как правило, после того, как конец готов, ребенок вот эти приключения в середине или препятствия вполне уже может заполнить. Ну, наверное, этот метод многие уже пробовали, и это не ново. Также, по моему наблюдению, дети делятся на тех, кто ассоциативно, ну, ассоциативное мышление и визуалы. Так вот, с визуалами, как правило, бывает, даже срабатывает, вот я люблю очень платформу Пинтерест. Наверняка у многих есть там свой профиль. Я завела такую досочку, назвала ее мультидеей и частенько оттуда вдохновение, значит, черпаю. Сейчас, так, а, нет, я не скачивала. Значит, и показав одну из таких картинок детям, дети, у кого это визуальное мышление развито, они уже в припрыжку бегут и пишут какой-то свой сценарий. Но это не всегда срабатывает, нужно кому-то и помочь. Так вот, по моему наблюдению, дети, которые наблюдательные, я, значит, подождите, немножко сбилась, нет, не так, я распечатываю еще каждому картинки, вот эти из Пинтерста, и, да, и сейчас я вам покажу пример. А, вот, да, и с этими картинками, ну, вот, к примеру, такая, вот, видно картинку? Нет, к сожалению, не видно. Так, еще разочек. Почему-то с первого раза не срабатывает. Так, так, вот так. Ага, видно, да? Да, все отлично. Вот, например, вот такая картинка. Распечатала я детям картинки и предлагаю им рассказать или написать, что было до того, как эта пчела, например, вошла, и что будет после. Ну, на данной картинке надо сначала, конечно, написать или рассказать, кто это. Например, это там злая пчела мама пришла там вечером с работы, да, а дома грязно. то есть вот ребенок должен придумать, что было до того и что было после. Тоже очень интересно получается. Картинки я выбираю такие, которые действительно наталкивают на какие-то мысли, что было до, а что было после. Вот такие примеры я вам нашла. Дальше. У журналистов есть такая интересная и полезная фишка это вести дневник. Дневник, в котором дети записывают интересные события, какие-то казусы, смешные моменты. Так вот в нашем в нашей мультипликации это тоже очень полезный навык. Им пользуются дети 12+. Они любят писать как раз по отношению со сверстниками, что у них произошло. В Пинтересте что пишу? Пишу картинки смешные. Дело в том, что в начале сложно запросы. Просто писал, например, не знаю, медведь идет по лесу. И понимаете, по первым картинкам он начинает анализировать, что вам нравится. дальше вам выпадают во все дни различные картинки. Те, которые вам нравятся, вы себе откладываете. И уже на основе этих последних картинок он вам предлагает различные интересные всякие истории. так вернемся к нашим журналистам. И значит дети как раз 12+, очень любят анализировать, что у них сейчас происходит, что у них в школе, как у них происходит общение со сверстниками и так далее. И вот именно у этих детей дневник хорошо срабатывает. Дальше. Есть игра врезалки. Из газет врезаем рандомно всякие слова и на полу там в перерывчик например можно разложить это все на полу и собрать некую историю. Я конечно эту игру использую в основном как такой отдых и смену деятельности или там скрепление отношений в группе как раз. Но может получиться очень даже интересная история и поэтому эту игру все-таки со счетов скидывать не будем. Есть еще игра чепуха. Наверняка многие из вас знают эту игру, но это тоже такой прикол. часто ничего такого прям интересного не получается, но все-таки может получиться интересный сценарий. Тоже используем как смену деятельности и скрепление. В чем суть этой игры? Дети садятся в круг, один ребенок первый говорит давным-давно, второй ребенок добавляет в одной деревне третий ребенок добавляет вырос, четвертый ребенок добавляет большой дуб. Ну, это, конечно, я рассказываю это в идеале, но на самом деле там такая чепуха получается, но они посмеялись, и это, кстати, может быть, игра натолкнет их тоже на какой-то сценарий, а возможно даже из этой чепухи что-то и получится очень даже интересное. Еще есть один способ, называется «А что если?» Здесь нужно взять за основу уже существующее какое-то произведение. Например, там у меня ребята брали «Красная шапочка». И я им говорю, а что если «Красная шапочка» там «Это интеллигентный мальчик». Ой, не «Красная шапочка», неправильно, «Серый волк» «Это интеллигентный мальчик», там, не знаю, «Серые шапки». «Красная шапочка» «Это девочка неробкого десятка». Там такая девочка-пацанка. в «Красной бандане», к примеру. И вот любое произведение как раз можно перевоплотить на современный лад или поменять ролями. И получается очень-очень интересные истории, но единственное, что длинные. И вот дети у меня написали, снять так, к сожалению, не сняли, потому что там прям очень долгий проект. Я бы вам хотела еще показать мультфильм «Страшная история про волка», который делали мои дети. Делали как раз, ну, придумывали историю по методу двух слов. Это давала я словосочетание «Голодный волк», а в конце добавляла «А что если?» то есть там ребенок придумал однажды мой знакомый волк сильно проголодался и вот я говорю «Что дальше было?» он там рассказывает «Встретил лису», ну, как в классике. Я говорю «Хорошо, встретил лису и что?» Ну, вот в сказке он там спрашивает «Где ты рыбу достала?» Я говорю «Хорошо, а дальше что?» Он такой «Вот скажем, что у медведя». Я говорю «А медведь зимой что делает?» Ребенок такой говорит «Ну, спит». Интересно говорю «Что же будет с волком, который зимой к медведю пойдет рыбу просить?» Он начинает хихикать и мы понимаем, что медведь ребенок говорит «Ну, харакири будет». Я говорю «Давай без харакири, давай, а что если не харакири будет, а что-то другое?» И вот он придумал, что там медведь рокер. И вот сейчас я бы вам хотела продемонстрировать этот мультик. Вы сейчас видите медиаплеер? Нет, да? Нет, на данный момент видим только вашу камеру. Так, надо выйти еще раз. Так, 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 зайти. Ольга, обратите внимание, что у нас осталось пять минут пробовать Для мультика и хотела. Сейчас, секунду. Так, сообщение. Я не вижу даже. Так, секундочку. Выходить я вообще из этого могу. Тут у меня не демонстрирует папку. Экран. В данный момент у вас вообще демонстрация отлично. А сейчас? Все еще. Так, да и после. Так. Вот сейчас демонстрация папки. Так, ура. Видите, да? Нет, мы сейчас не видим, только папку. Нужно еще раз отключить и включить демонстрацию. Так. А сейчас папку. У меня запускается у вас не это. Так. И еще папку. Папка. А в любом случае через зум будет очень плохое качество и проблемы со звуком почти всегда. При демонстрации потокового видео я могу предложить, чтобы вы скинули на нее ссылку и я поставлю ее вместе со записью мастер-класса. Дорогие коллеги, вот наставшееся время у вас есть какие-то вопросы ко мне по поводу упражнений. Здравствуйте. А вот с малышами какое упражнение можно сделать? Ну, 5-6 лет дети писать не умеют? Нужно самим записывать будут их идеи. Да, смотрите, мне как раз были дети 5-6 лет в самом начале. Либо, ну, вот смотрите, как я делаю. Я задавала вопросы, там, или показываете картинку, которая им стала интересна, и дальше задаете вопросы. Кто это? Как зовут? Кто у него друзья, к примеру? Записывайте вы. Второй вариант. Либо дети рисуют. У меня рисовали картинки, вот просто. Сразу же как раскадровку учите, то есть вот это квадратики, 1, 2, 3, 4, 5, и вот нарисую, что происходит с этим героем из картинки в картинку. Ну, и, как правило, они справляются в принципе. очень хорошо. Поначалу первый раз, чтобы им было понятно, картинками рисовать они тоже еще не смогут, нужно, конечно, вот спрашивать. Вы задаете вопросы, они отвечают, вы записываете, и получается вот так история. Спасибо. у меня у меня у меня такой вопрос. Как вы убеждаете детей, скажем так, отказаться от либо непопулярных, либо не особо интересных идей? да, да, есть дети, которые хотят свою историю все равно экранизировать. У меня была девочка тоже там, не хочу другой, хочу это. Я, как правило, отстаю и оставляю этого ребенка в покое. Пусть он свою идею воплотит, пусть там все вот это вот покувыркается, потрепыхается, повзрывается, все, что угодно происходит. Как правило, когда у других детей получаются мультики, которые там вызывают восторг, ребенок оставляет такие мультики, которые, по которым непонятно, что происходит, и уже подходит все равно ко мне и начинает спрашивать, а как сделать там поинтереснее или чтобы еще такого добавить. То есть он в любом случае все равно к вам подойдет. Редко такое бывает, что там ребенок долго стоит на своем, но отснимет он эту историю, а потом все равно напишет интересно. Ему будет все равно заразительно хотеть придумать интересный мультик, чтобы все там сказали вау, как здорово, это ты сделал, чем нежели там будут спрашивать, а это кто, а это что, а что он делает, ну вот так вот, долго это не продлится все равно, поэтому просто оставьте этого ребенка, пусть снимет, снимет это свое. Понятно, Ольга, спасибо большое, буквально несколько секунд осталось до окончания конференции, а я и думаю остальные тоже подчеркнули несколько действительно интересных идей. Была очень рада, я, конечно, не претендую на великого сценариста, но надеюсь, что вы что-то действительно себе возьмете на заметочку, буду очень рада. Спасибо всем, прощения.